Всем привет, с вами First One и сейчас мы сделаем обзор на приложение Балда ВКонтакте. Как бы решил сделать обзорчик на такое какое-то интеллектуальное приложение, то что мы все бегаем, что-то стреляем, строим. Вот давайте за ум уже возьмемся. Конечно, наверное, на подобное приложение как-то сложно делать обзор. Тут все-таки какая-то битва ума, а не просто так там пострелять туда-сюда. В общем, играем мы против Раисы Зверевой. Это какая-то взрослая тетенька, так что мне уже страшно. Так, и мы должны первые составлять слово. Тумут. Тумут, вот блин, тут все буквы повторяются. Что из этого можно собрать вообще? Не знаю, наверное, давайте соберем муть. Да, есть же такое слово. Так, муть собрала она, да, это был ее ход. Ну ладно. Что бы такое собрать? Вот, блин, я только придумал муть, и она ее уже написала. А вот что мне теперь сделать? Умут, тумут, мута? Не знаю. Может быть есть мута? Я вот точно уверен, что в Старкрафте есть мута. Ну вот, тут такого не предполагается. Давайте тогда омут, да? О, замечательно. Мы пока что Раисе Зверевой не проигрываем. У нас по 4 очка. Я тут вообще вот чуть-чуть разочаровался, может быть, не знаю. Играл я тоже с каким-то мужчиной тут вот недавно. И у меня так уж сложилось, что вышло слово «минет». Но, как бы, в словаре этого слова не было, и там есть такой вариант, как бы, предложить оппоненту, если он согласится, что такое слово есть, то оно будет засчитано. Почему-то мой оппонент не согласился, я не знаю, то ли он слово такого не знает, то ли, не знаю, в общем, почему он не согласился. Слово «минет» ему не понравилось, и, в общем, я ему проиграл. Я не знаю даже, что. У нас пока что по 4 буквы. Не знаю, есть вроде такое слово «мус», да, оно с двумя «с», наверное, не знаю. Надо вот, кстати, во время перерывов думать, что бы еще можно такого написать. Там, я не знаю, «с ума», да, там. «Мост» вот собирает Раиса. А мы можем собрать, допустим, тост. Ну, давайте пока не будем особо это, тратить и время, сидеть, думать там часами, придумывать какие-то комбинации, чтобы найти какое-нибудь длинное слово, там, из 5 букв. Пока что, что еще можно? «Уста» можно будет потом вставить, вот, да. Сумма, ну, не знаю, с ума. Жалко, что у нас сейчас там не какое-то прямое включение идет, чтобы вы могли мне подсказывать, чтобы я максимально умным выглядел перед Раисой Зверевой. Да и вообще как-то неудачно я выбрал игру, она просто раскрывает перед вами весь мой небогатый умственный потенциал. Вот, видите, я даже не могу придумать какого-то пятибуквенного слова. Вот Раиса Зверева опять, опять берет мои слова. Она набирает уста, и я не знаю, что мне теперь... Я там вроде бы хотел с ума написать, давайте попробуем. Ну, надо все-таки что-то подумать, что-то попытаться, какое-нибудь красивое слово из пяти букв хотя бы, чтобы обогнать на одну очко Раису. Там что «со»? «Соус»? «Соус» тут нигде не влазит, да это и не хорошее слово. «Тума», «Амут», «Усот», «Мосут», «Асот». Вот вообще есть такая, да, трава сорная, «Асот». Только ее тоже никуда не вставить. Можно тут «Тост» вставить. А, «Тост» я уже сделал. Можно тогда «Пост», «Рост», все что угодно. Раиса Зверева, наверное, не понимает, что мы сейчас пишем видео, что нам нужно как-то больше экшена, больше слов. Она просто как-то сидит и думает, она хочет выиграть. Она понимает, что ей попался сложный оппонент. И вот, Раиса Зверева набирает слово из пяти букв и обгоняет меня. «Туман», что бы нам теперь сделать с этим «туманом»? «Суман» бы я вот слово поставил. Но вот Раиса Зверева, мне кажется, женщина в годах, она такого слова-то и не знает. Она у нас в доту, ой, в вов не играет. Не поверит она мне, что есть такое слово. Поэтому я даже не знаю, как играть. «Туссон», я помню, что-то слово. Это, наверное, какая-то фирма, что ли, которая шьет одежду, да? Может быть, она не просто так. Я думаю, кто-то помоложе, может быть, под словом «туссон» предполагает такую небольшую тусовочку. Но тут надо более интеллектуально себя вести и предлагать какие-то другие слова. А между тем время уже заканчивается. Надо хотя бы какое-нибудь простенькое. Ну, если простенькое, то мы можем просто рост ввести. Но давайте попробуем придумать что-то кроме роста. Не знаю, «муста» нету такого слова. Наверное. Ну, давайте попробуем. «Муста» почему бы нет? Нет? Нет. «Сума», «сумат», «сумак», «сумах», «тума». «Тумак» может быть есть слово. Давайте все-таки попробуем. Но нам это может дорого стоить. Да, «тумак». И вот мы опять на равных с Раисой Зверева. Так, давайте посмотрим, что нам дает этот «тумак». Может быть, какие-то новые комбинации. «Раисы Зверева» не перестают нас удивлять. Она просто не дает нам расслабиться. Если бы она сейчас какое-нибудь простенькое слово вставила, я бы тоже не стал заморачиваться. Но нам надо продолжать. Я не знаю, что там. «Кукан» может быть какой-нибудь. Нет? «Кукан» у нас тут никак не получится. Да и черт знает, что это за слово. «Сум», «кан». Давайте, наверное, вот есть слово такое, да? «Канон». И оно тоже из пяти букв. Что ж мы так быстро. Причем, по-моему, тоже есть вот такой плюс. То есть, если ты быстро отвечаешь, быстро находишь какие-то хорошие слова, то у твоего оппонента во время твоего хода нет времени, чтобы что-то обдумать. И, возможно, как бы Раиса Зверева не успела так быстро сообразить что-то. И у нее, может, уже будет заканчиваться ее время. Она так и не придумывает какого-нибудь хорошего слова. Кроме как слово из трех букв. Будем надеяться. Так, а между тем, нам самим надо думать. Мы тут заболтались и не думали. И теперь... Теперь сами в таком положении, какое желали для Раиса Зверевой. Так, что же у нас тут с «Каней». Ну, может быть, ткань, да? Почему нет? Так, что тут еще можно интересного придумать? Вот, я, кстати, не знаю, кто такой тукан, а то что, зверь какой-то. Вот, знаете, это такая, чтобы музыку издавать, инструмент как-то называется «Комус», то ли «Хомус», не знаю. «Комус», наверное. Так, у нее штука, да? Я бы хотел штукатурку сделать, но не судьба. По-моему, я не знаю, есть ли такое слово или нет. Штопт. Нет. А между тем, нам надо какое-нибудь слово из пяти букв, как минимум. Давайте тогда попробуем «Монок», да? Монок. Что ж, Раиса Зверева, наверное, просто-таки не может нарадоваться, что ей попался такой хороший соперник, оппонент, вроде молодой парень, но ничем не уступает взрослой женщине или уступает манты. Три, четыре, пять букв. Ну что ж, я даже не знал. Это, видать, слово, которое не используется в единственном числе. Нету манта. Манта только на руку ставится, которую мочить нельзя. Так, что же нам остается? Давайте попробуем такое шикарное слово, как «На мост». Нет, вот если бы «По мост», да? «Ту мост», «Ту мост», «Что», «Сорт». Ну, четыре буквы, но нам надо пять. Так, «Мутон», «Мутон». Есть же слово «Мутон», да? Так, что же у нас там остается? Там вот буква «Ш» остается какая-то в углу, с которой потом вообще будет сложно что-то составить путнее. Блин, Рейса Зверева. Она просто как-то превратила нашего мутона во что? В мутанта? Это ужасно. Похоже, мы проигрываем пух и впрах. Ну, давайте попробуем что-нибудь блескнуть интеллектом, на последних секундах выдать какое-то изыскнейшее слово, хотя я в это не верю. Но надо подумать. Сонар, раз, два, три, четыре, пять. Мон, Монас, Умон, Умота, Мотар. Сонар, Ту, Тан, Ку, Та. Так, давайте хотя бы попробуем. Сонар есть такое слово? Это типа созвучный звук или что-то такое, да? Сонар. И, тем не менее, мы проигрываем. Одну очко мы проверим Раисе Зверевой. Очень ей помог наш мутант. Что ж, если вам понравилось, играйте в «Балду». Это хорошая интеллектуальная игра. Всем советую. Всем спасибо. Всем пока.